Доброго дня всем, уважаемые зрители! В эфире программа «Есть что сказать». У нас в гостях хористы из города Тюмени, прихожане Кафедрального собора в честь иконы Божьей Матери Знамени, православный хор, созданный пять лет назад по инициативе прихожан Знаменского кафедрального собора, хорошо знают не только в Тюмени. Его тепло встречают в Тобольске, Елуторовске, Кургане, во многих деревнях и селах Тюменского района. С самого начала хором руководит «Матушка Любовь Цирки» выпускница Регенской школы при Московской Духовной Академии. Благодаря талантам участников и творческой энергии «Матушки» хор регулярно радует зрителей рождественскими и пасхальными концертами. Еще одна традиция коллектива – концерт в День памяти старца протерея Николая Гурьянова, 24 августа. В хоре нет профессиональных актеров, музыкантов, режиссеров и хореографов. Люди разных профессий и социального положения трудятся во славу Божию, собирая вокруг себя тех, кто хочет приобщиться к русскому православному искусству. Я представляю вам руководителя хора, который носит имя старца Николая Гурьянова, Любовь Николаевну Цирки. Буду называть ее «Матушка Любовь», потому что супруга-батюшки все-таки есть православные традиции, которых хочется придерживаться. Здравствуйте, «Матушка Любовь». Представьте, пожалуйста, ваших спутников. Здравствуйте. Мои певчие Елена Митрофанова, Александр Митрофанов и Татьяна Зайкова. Ну, без них бы я не смогла приехать сюда к вам. Матушка Любовь, скажите, пожалуйста, с чем связано то, что хор носит имя старца Николая Гурьянова? Вы были у него когда-то? Или так вот заочно являетесь почитателями отца Николая? Как сложилось? 20 лет назад мы вместе с моим супругом, с батюшкой, первый раз попали на остров Залито. То есть нам подсказали прихожане нашего храма. И мы сразу же туда поехали. Мы когда приехали, мы просто были в такой радости неожиданно. И такая была радость и духовная. И то, что мы обрели такого святого на земле. И окормлялись до его смерти. И потом, когда уже хор надо было назвать, то, естественно, даже других не было даже мыслей, как только назвать в честь него. Отец Николай, он вот любил Христа, и Господь ему дал знание души человеческой. И это проявилось в лагерной жизни с великой силой. Он прозревал и видел состояние человека, который, не выдерживая лагерной жизни, решал наложить на себя руки или искал смерти. В лагере многие заключенные впадали в озлобленность и малодушие. Таковых он духом находил, утешал их, подбадривал шуткой, которая несла в себе мудрое духовное содержание и таким образом с Божьей помощью спасал их от гибели. Многих и многих спас он силой и молитвой. Господь сохранял им жизнь, и они становились верующими людьми. Батюшка Николай, неся тяготы других и исполняя закон Христов, побеждал тем самым многие трудности. Так проходили юные годы будущего старца в сугубых труде, посте и молитве, и которые на всю жизнь стали основой для возрастания его в сердце всеобъемлющей великой любви к Богу и к ближнему. Хор споет для вас песню ветка, которой пели заключенные Кулага. ПЕСНЯ 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 Я уже послушаю. Во мне жизни нет, во мне жизни нет, Во мне жизни нет от родного девицон. Ветератор вон, ветератор вон, Ветератор вон, пусть теперь несет меня Куда хочет волк, я и не противлюся. Ничего желать, безродимым девицам Не срастись опять, не срастись опять. Пусть теперь каменная, ты куда плывешь, Ты куда плывешь, ты куда плывешь. А как давно создавался хор, и вообще, что за необходимость была создавать творческий коллектив, что за потребность внутренняя, или, может быть, это было какому-то случаю, какому-то конкурсу надо было достойно представить храм. Вот что это была за ситуация, когда решили, нужен хор? Ну, во-первых, прихожане сами изъявили такое желание, чтобы хор какой-то создать, чтобы с ними я позанималась. И вот когда я начала заниматься, мы сначала петь стали, и там, естественно, было только два человека с музыкальным образованием, но я увидела костяк, то есть в каждой партии был человек, который был ведущий, а остальные были не ведущие, но они шли за теми в ногу, то есть занимались усиленно по три раза в неделю. И когда увидели, что, в общем-то, партию держат уже, то есть четыре голоса звучат, и мы первый раз собрались, сложились как-то так вот, собрали денежки, пошили такие красивые костюмы, и решили на Рождество, ну, вот в сентябре как раз нам исполнилось пять лет, у нас юбилей в этом году, и вот на Рождество мы дали первый концерт. Прихожане все были довольны, радостны. Ну, конечно, может быть, у нас без музыкального образования не было какого-то такого первоклассного пения, но у нас был дух такой вот радостный, Рождество, и наши прихожане, наши бабушки нас очень приветливо встретили. Ну, первоначально мы же к Рождеству готовились, мы учили колядки. А потом, когда уже колядки спели, и концерт удался, то мы стали готовиться к Пасхе. Не знали, успеем мы подготовиться или нет, потому что от Рождества до Пасхи, в общем-то, не так сильно много времени. Но готовились, просто не зная даже, в неведении были. Но когда у нас стало и к пасхальному концерту получаться что-то, то мы пасхальные произведения стали учить и стали учить русские народные песни. Но русские народные песни, как бы это не наша цель, но это как между прочим. Но ваши зрители — это только бабушки вашего храма вот на сегодняшний день? Или как-то были же охваты аудитории? Нет, первоначально были бабушки. То есть мы приглашали тех, кого мы знаем. А потом, когда мы увидели, что нас хорошо воспринимают, то тогда мы уже стали пригласительные билеты распечатывать и раздавать людям, которые даже не только прихожане, но и захожане. И к каждому концерту стараемся не только песнопение петь, но и театральные постановки. За пять лет у нас уже более десяти театральных постановок. А на какие темы? Ну, на Рождество, рождественские темы, на Пасху, пасхальные темы. А потом, через два года, мы уже стали на память старца-пратерей Николая Гурьянова. Тоже решили попеть песнопение и слово жизни. Выучили произведение. Но мы знаем, что старец Николай сильно чтил царскую семью. И первую сцену мы сделали именно про царскую семью. И тоже костюмы пошили. Ну и тоже концерт так получился. Люди плакали на концерте вот именно про царскую семью. Матушка Любовь, вот вы сказали, говоря о том, как набирали хор, ну, естественно, большинство без музыкального образования. А вот люди, которые здесь присутствуют, они с музыкальным образованием или это такие вот энтузиасты? Можно каждый немножечко про себя расскажет? Елена. Ну, я хочу сказать о себе, что в хор хожу с самого начала, то есть с первых спевок, когда он организовывался. То есть на первую репетицию нас было буквально 8 человек. Это был весь состав хора. То есть мы, можно сказать, помещались вот на таком небольшом диванчике, весь хор. Потом люди стали, наши прихожане, узнавать, что матушка учит церковному пению в первую очередь, чтобы лучше знать литургии, лучше знать духовные песнопения. Там петь не петь, как получится, потому что, допустим, у меня нет музыкального образования, нет театрального образования. Я не филолог, но приходится всем этим заниматься. И потихонечку все стали подтягиваться, чисто вот ради такого интереса духовного. А потом так получилось, что вот к Рождеству, вот матушка уже говорила, у нас набрался такой творческий коллектив, что мы буквально за два месяца сделали концерт. И потом вот уже в течение пяти лет мы делаем концерты на каждое Рождество, Пасху, и три года подряд уже на память старца протерей Николая Гурьянова. Вот последний рождественский концерт мы ставили постановку «Морозка». Всем известная сказка, знаете, да? Но это уже на православный лад сказка. То есть здесь в конце все просят друг у друга прощения в этой сказке и общее примирение и радость. Какие дни стоят святые, радостные, святые, все радуются праздник, Рождеству Христов, все поздравляют друг друга. Вот и у нас по деревне ходят Христославы со звездой, наши деревенские ребята поют песни про Рождество, Христославы. Так вот же они к нашей избе иду. Проходите, пожалуйста, открыто. Продолжение следует... Обязательно на каждом концерте у нас выступают дети. То есть, допустим, вот на этом концерте, на Рождественском, выступало около 30 детей, помимо взрослых. Но их тоже вы готовите или как дела обстоят? Ну, нас готовят двое. То есть я конкретно занимаюсь хором, а у нас девушка в нашем хоре пришла, которая танцевала когда-то в школьные годы, и она у нас танцы ставит. А где же у нас Настенька под елью сидит, холодно, а знобью одолевает? Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok. Да петь жарче-то петь, сестрицу больше любить. А невдалеке морозка похаживает, потрескивает, пощелкивает, да на девицу поглядывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok